Привет, это Марк Бартон. Рад, что вы смотрите это видео. Сегодня я хочу поговорить с вами о самом страшном страхе женщин, которые находятся в отношениях с мужчинами. Либо которые только входят в отношения с мужчиной, не являются еще женами, находятся в сожительстве, а может быть являются любовницами, а может быть просто девушками в свободных отношениях. Вот сегодня поговорим с вами о таком страхе. Безусловно, огромное количество различных переживаний, различных тревожностей можно отнести к страхам, и страх отвержения, и страх покинутости. Но я бы сегодня хотел поговорить с вами о страхе непредсказуемости. Ведь когда, если так задуматься, человек находится в непредсказуемом для себя положении, когда он не понимает, чего ему ждать, с какой стороны, куда мы идем, для чего идем, как долго мы будем идти, что нас ждет в конечном итоге, что мы получим, и так далее, и так далее. Вот когда женщина встречает мужчину, огромная ошибка, которую вы совершаете, это не пытаетесь расставить все точки над «и» и понять вообще, для чего эти отношения к вашему мужчине, либо молодому человеку, либо вам. Куда вы с ним пойдете, как долго эти отношения будут длиться, какие планы на эти отношения. И, к большому сожалению, в период влюбленности, безусловно, вы об этом не говорите, потому что боитесь, как вы часто используете фразу, боюсь спугнуть мужчину, как спросить у него, кто я для него, чтобы не спугнуть. И, безусловно, когда уже адаптация прошла, когда вы, если говорить простым языком, притерлись друг к другу, то в дальнейшем вы начинаете жить такими предположениями и загадками. Кто я для тебя? А когда у нас там свадьба? А когда дети? И со всеми этими переживаниями, конечно же, живете самостоятельно. Мужчина, как таковой, по природе своей, он, в принципе, не торопится там сильно создавать семью, а тем более, если вы находитесь в сожительстве, его все абсолютно устраивает, и все здорово и замечательно. А если вы просто с ним в свободных отношениях, то тем более. А если там нет никаких обязательств, ответственности, так вообще ему прекрасно и замечательно. И я могу сказать, что огромное количество женщин находятся в состоянии тревожных расстройств, погружаются в тревожные расстройства, как раз-таки по причине того, что находятся в непредсказуемых для себя отношениях. То есть отношения могут длиться, например, несколько лет, а вы не понимаете, что дальше. Но при этом внутри очень сильно хотите выйти замуж. И каждая из вас пытается подобрать какие-то нужные слова, пытается каким-то образом повлиять на мужчину, намекнуть ему. Хотя, в принципе, вам необходимо совершить очень простые действия. Берем лист бумаги и выписываем все те состояния, все эти вопросы, которые вас беспокоят, напротив которых можно прописать слово «непредсказуемость». Как только вы это сделаете, вы просто подходите к человеку и задаете ему вопрос. Я приведу очень простые примеры, даже не касающиеся отношений мужчины и женщины. Я был свидетелем одной ситуации. Компания, в этой компании, естественно, много сотрудников, огромный open office, такое открытое пространство, и люди сидят за перегородками. В какой-то момент времени с одной из коллег перестает здороваться другая девушка-коллега. И они просто проходят друг мимо друга. Одна говорит привет, а раз мимо и прошло. И что началось? Эта девушка, с которой не здоровались, она начала обсуждать свою коллегу с другими сотрудницами, говоря о том, что вот я с ней здороваюсь, она бессовестная, она такая зазналась, а может быть еще что-то, и перестала со мной здороваться. Проходит мимо меня, делает вид, что не замечает. И эти обсуждения длились очень долго, до тех пор, пока эта девушка не пошла и не прояснила ситуацию. Она подошла и спросила, послушай, я с тобой много раз здороваюсь, а ты проходишь мимо и не здороваешься со мной. Ей было сказано в ответ, ты знаешь, я с тобой три раза здоровалась, тогда-то, тогда-то, тогда-то. Ты прошла мимо, сделала вид, как будто ты меня просто не видишь, либо не замечаешь, а может быть не хотела со мной здороваться. Ну и я подумала, раз ты не хочешь, и я не буду. То есть, понимаете, да, с одной стороны, девушка, которая услышала, увидела такое же поведение, не пошла, не прояснила ситуацию, и эта сразу не пошла, не прояснила ситуацию. Хотя, по большому счету, там все обстояло исключительно из-за невнимательности. И не более того. Просто одна случайно не обратила внимания, другая обиделась, ответила тем же, и понеслось. Сплетни, обсуждения и тревожность определенная. Так же и в отношениях. Мужчина и женщина взаимодействуют, и когда у вас нет понимания, кто вы для мужчины, это тревожность. Когда вы не понимаете, куда ваши отношения идут, это тревожность. Когда вы не осознаете, что вас ждет в ближайшем, обозримом будущем, это тоже тревожность. К большому сожалению, есть категория женщин, да и мужчин, в принципе, которые очень предрасположены к отношениям, в которых присутствует вот такая невротическая непредсказуемость. Что к этому относится? Возьмем, например, эмоциональные качели. Когда мужчина то приближает женщину, то отдаляет ее. Или наоборот, женщина приближает мужчину и отдаляет его, дистанцируется. И, безусловно, если у человека есть такая предрасположенность быть в отношениях, тревожиться, нервничать, выбирать в отношениях не себя, что-то доказывать, постоянно быть в мыслительных процессах, это прям вот уникальная возможность получить определенную дозу стресса. Вот если невротик встречает такого партнера. Есть разные манипуляционные, такие манипулятивные схемы, которым учатся и обучаются, как мужчины и женщины, для того, чтобы держать партнера то на дистанции, то приближать. Но здесь очень важный момент. Обратите внимание на ту самую непредсказуемость. Вот я возьму даже такой обычный случай бытовой. Почему женщины очень часто задают вопросы своим мужчинам в начале недели о том, как они проведут выходные. Для нас, для мужчин, это в принципе не столь важный, наверное, вопрос. И наша психика и психология мужская, они как бы сосредоточены в понедельник на работе и во вторник. И сложно думать о том, какой салат мы будем готовить вечером в субботу, когда к нам придут родители в гости, либо друзья. Женщина устроена по-другому. Ей важно это понимать. Она так чувствует себя более стабильно. Вот если она знает, какой они салат будут готовить в субботу, она и не будет подходить к мужу и постоянно его дергать, либо к молодому человеку. И женщина должна это понимать. А вы по какой-то причине постоянно залезаете в отношениях, где этой непредсказуемостью фонит отовсюду. Как спросить у мужчины, кто я для него? Как спросить у мужчины, планирует ли он на мне жениться? А как ему намекнуть? А как бы так аккуратно подойти к нему, чтобы не спугнуть? Это все поведение незрелых людей. В зрелых отношениях люди могут обсудить и совместные ценности, и совместные планы, и совместную ответственность, и совместное будущее. И здесь другой еще момент всплывает. Это страх столкнуться с реальной действительностью. Ведь многие из вас не задают своим мужчинам вопросы, а что дальше? Потому что боятся услышать горькую правду. А какую? Мужчина может сказать, меня все устраивает, я как бы не планировал жениться в ближайшие 5 лет. А вы планировали замуж выйти? Он говорит, я и детей пока не планирую. А вы планировали? И вот в этом непредсказуемом состоянии женщина не может находиться. Это первый момент. Второй момент очень важный. Это, конечно же, и самому мужчине не... Возможно, это неправильная формулировка выгода. Но я ее в любом случае применю. Самому мужчине невыгодно быть в отношениях с женщиной, которая не понимает, кто она для него. Я объясню, почему. Мы, мужчины, естественно, желаем, чтобы женщина в отношениях с нами и благодарила нас, и видела в нас авторитет, и чувствовала, и принимала нас, и не ограничивала свободу. То есть, понимала, что рядом есть сильный представитель мужской половины человечества. Но когда женщина находится в состоянии непредсказуемости, она не может всего этого дать мужчине. И мужчина начинает сомневаться. Ту ли женщину я выбрал? А сомневается он почему? Потому что она недодает ему определенного внимания, определенной заботы и любви. А почему недодает? Потому что не понимает, кто она для него. Ну, то есть, в принципе, пазл абсолютно не сходится. И именно для этого два человека должны садиться и разговаривать между собой. Я, конечно, знаю очень многих девушек, которые подобным же образом манипулируют и молодыми людьми. То есть, они их постоянно держат на дистанции. То подпускают, то не подпускают. Не дают никакой конкретики. Доводят мужчину до состояния нервных срывов. Мужчины такие есть, которые также к женщинам относятся. И здесь, конечно, очень важно обратить внимание на свои ощущения, на свое самочувствие. Если вы чувствуете тревожность, повышается давление, вы плохо спите, вы постоянно сконцентрированы исключительно на вопросе, кто я для него, либо кто я для нее. Если вас постоянно одолевают какие-то негативные мысли, различные состояния негативные, это повод задуматься, повод подойти поговорить, повод не бояться столкнуться с действительной реальностью, задав мужчине либо женщине вопрос. Что дальше? Кто мы друг для друга? Мы не можем находиться в состоянии непредсказуемости. Вот если вы собираетесь открывать бизнес, да, риски есть везде, но неужели вы запустите какой-то глобальный бизнес-проект, опираясь на непредсказуемость? Если у вас нет четко выверенных каких-то цифр, ожидаемая прибыль, риски те же, о которых я уже сказал, затратная часть, то есть экономику нужно просчитать. И опираться на непредсказуемость ни в коем случае нельзя. Если вы едете куда-то на отдых, вы же тоже готовитесь к месту, которое вы планируете посещать. Там географическая особенность данной локации. Что там, снег, жарко, либо там постоянные дожди. Здесь надеяться на непредсказуемость тоже достаточно опрометчиво. То есть, куда бы вы ни посмотрели, непредсказуемость только лишь усложняет ситуацию. Отношения мужчины и женщины не исключение. Поэтому ваша задача, дорогие девушки, да и мужчины в том числе, если вы находитесь в непредсказуемых отношениях, и вам постоянно говорят, что я пока не знаю, завтра, послезавтра, послепослезавтра, поживем и видим. Ваша основная задача составить список своих собственных вопросов, составить список ценностей, на которые необходимо опираться. Не попытка переделать партнера и наконец-таки услышать, от него, что дальше, будешь ли ты на мне жениться, либо будешь ли ты там разводиться и уходить ко мне. Нет. Ваша задача отойти в сторону и сказать человеку, вот ты когда решишь свою проблему, ты когда придумаешь, ты когда подумаешь, тогда мы, возможно, к этому разговору и вернемся. И пойти заниматься своей жизнью. И многие из вас сейчас скажут, как это так? В смысле? Это манипуляция. Это не манипуляция. Манипуляция как раз таки быть с человеком и пытаться его переделать. Манипуляция это каким-то образом выуживать из человека, выдавливать из него решение, к которому он еще не готов. Но когда вы честно признаете себе, что партнер, находящийся со мной, не готов ответить мне взаимностью, это не говорит о том, что он плохой. Это не говорит о том, что этот человек какой-то ненормальный, бессовестный. Он просто ориентируется на свои ценности. А они у вас могут быть совершенно разными. И я думаю, что Новый год, 2022 год, миллионы женщин так его и проживут в состоянии непредсказуемости. Другие же женщины наконец-таки поставят точку в той самой непредсказуемости для того, чтобы не разрушать свою жизнь, а наоборот развиваться и двигаться вперед. И мне, конечно, хочется в этом посодействовать вам. Поэтому, если у вас есть желание поработать над своей самооценкой, если вы хотите понять, действительно ли есть у вас какие-то предрасположенности, быть в отношениях, где вам плохо, если у вас есть негативные установки, паттерны негативного мышления, если вы находитесь в позиции жертвы, либо агрессора, либо спасателя, я приглашаю вас на шестидневный диагностический, психотерапевтический онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Это программа для женщин, которые хотят при помощи научных фактов, при помощи психотерапии, психологии, понять себя, осознать себя, поставить перед собой какие-то цели и задачи и достигнуть результатов, как минимум стать счастливой наедине с собой. Вот если вы из тех женщин, которые хотят быть счастливыми и при этом не хотите тратить лишнее время на пустые отношения, на тревожность, я приглашаю вас на эту программу. Принимать участие можно и из любой точки мира, где бы вы ни находились. Ссылка находится в описании под этим видео, поэтому переходите по ней и присоединяйтесь к нашей программе. Поэтому я всем вам, конечно, хочу пожелать ни в коем случае не проживать свою жизнь в непредсказуемой тревожности. Потому что она погубила миллионы людей. И годы идут, часики тикают, биологический возраст он дает о себе знать. А вот психологическая незрелость в еще большей степени дает о себе знать. И если к ней не прийти, дальше будет только хуже. С вами был Марк Бартон. До встречи и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok